Каждое послание, если его рассматривать по одному, может быть несет какую-то часть истины, но совокупность всех посланий, она несет какие-то скрытые ключи и то, что способно на данный момент помочь человечеству. Это какая-то информация, если читать все послания по одному, эта информация способна изменить сознание человека, потому что тогда, когда мы изменяем свое сознание, это древняя истина, которая просто нигде сейчас не преподается. Если она где-то преподается, то не очень широко. Эта истина говорит о том, что все на самом деле определяется сознанием человека. И внешний мир, который вокруг нас, он как бы тот, который соответствует нашему уровню сознания. И если мы изменяем наше сознание, то внешнее начинает изменяться. Эта теория помогает понять, что бессмысленно с чем-то бороться, бессмысленно совершать революции. Потому что внешний мир изменяется после того, когда человек изменяет свое сознание. Человек меняет свое сознание, а вот это внешнее, оно просто само собой изменяется. И в этой теории современная физика нашла подтверждение. Есть такая наука, квантовая физика. И вот в этой квантовой физике там проводили такой эксперимент. Брали маленькие частички и разгоняли их, и они проходили через две щели. А с другой стороны этой щели ставился датчик. И удивительно происходило следующее. Когда наблюдатели смотрели, как эти частицы проходят сквозь щели, эти частицы вели себя как карпускулы, то есть как частицы. Как мечи, которые проходят сквозь щели. И они ударялись напротив щели. Но когда наблюдатели уходили, то эти частицы вели себя как волна. То есть человек своим сознанием ожидал что-то получить. И он видел, что это частицы. Но когда он этого не ожидал получить, то частицы вели себя как волна. Это карпускулярно-волновая теория. Она в физике достаточно известна. Получается, что человек своим сознанием изменяет действительность. И человек, как бы, можно сравнить его с частицей, когда мы имеем в виду физическое тело. Но наше сознание, оно представляет собой скорее волну. И если оно представляет себе волну, то на самом деле на уровне этой волны мы все представляем собой единство. В квантовой физике это называется квантовое поле, по-моему. Есть такое понятие, квантовое поле. А если взять учение Гаутамы Будды, это теория пустоты. То есть, если по-другому это сформулировать, то это Бог или какая-то высшая реальность. То есть, есть нечто, где присутствует абсолютно все. И когда мы своим уровнем сознания поднимаемся до этого уровня, то мы становимся как бы вездесущими. Субтитры создавал DimaTorzok